так все мы в эфире всем привет дорогие друзья сегодня у нас будет очень и очень интересно скорее всего выпуск привет заняти привет white карта карта жесть ты все спалил альтаж карту видно в этом нет все нет хорошо привет ребята все всем у нас интересно вы поймете почему я так кричал но чуть-чуть позже ты мог немножко проще тише как-то так ваша мальтаж на отмножить начал здесь раскрыть голос такой же говорят тут ребята привет привет ребята сразу я вам скажу что мы в этом эфире раз изыгрываем сертификаты идея у нас какая ну идея у нас изначально было надо найти нас в на сервере айрин да это первая часть розыгрыша да вот именно поэтому я кричал когда увидел карту на экране вайда что он ее нужно скрыть а вторая часть розыгрыша будет тоже интересно но первое в общем найдите меня найдите нас с вайдом где мы сейчас любым персонажем нубским минус не нубским 300 рублей сертификат 30 месяцев игры а нет 30 дней игры в линейдж 2 на по ждут вас у да или или месяц игры на классике может это в классе играет все таки мы по классику начали стримили но посмотрим вообще хоть кто-то прибежит потому что на эре не у нас ни разу никаких выпусков не было планируем конечно это все исправлять но об этом немножко попозже мы так сразу резко начали ты вот вроде тебя столько не было и ты уже как в своем русле уже как старые добрые времена в общем для начала смысла то стрима здесь некоторые спрашивают многие занзика знают многие занзика ждали вопросов про занзи было на моих стримах очень много сегодня мы поинтересуемся где он пропадал чем он занимался почему он обвернулся и так далее про розыгрыш уже сказали подробности именно этого розыгрыша мы немножко позже скажем как хотя бы несколько человек нас найдет приз это будет сертификат на 300 рублей так что испытайте удачу если вы играете на этом сервере просто к нам подбежите возможно именно вы его получите если вы на этом сервере не играете то можете создать персонажа опять же сюда можно добраться совершенно любым персонажем я вот сам первого уровня где мы находимся не скажем хоть и возможно некоторые уже поняли где мы находимся на не подсказывайте в чате ребят не подсказывайте пожалуйста в чате потому что что было интереснее нужно самому найти до места ай-яй-яй а зря мы наверно эти руины смотрим так не на я сразу сказал где мы ну ладно нет профессионал может кто-то и ну блин и g2 здесь ну профессионал не блин я тоже здесь смотрю вот я отвернул сначала от одного места потому что подумал чеччур палева а когда отвернулся я увидел еще кое-что и думаю ну блин ну ладно в любом случае а нас еще некий естественно ладно бог с ним занзи вот в этот эфир будет больше к тебе посвящен я думаю ты это понимал и наверное начнем давай сразу сразу про грустное про твой уход ну для многих это грустное было известие возможно для тебя это был какой-то рост вот сейчас мы красота узнаем это уход не то что с радиостанции хотя мы про это тоже чтобы поговорим на уход полностью от этой деятельности и как это так резко все произошло почему-то и в один момент резко решил полностью кардинально заменить свою жизнь ну я наверное вает всем расскажу потому что не все знают кто такой занзи не так я был известен в общем ладно извести но но не так да я раньше занимался таким проектом как grind fm сначала был на гохе на гохе модератором мадрил там раздел lineage 2 вместе мы поднимали там разделы русской линейки с нуля потому что раньше линейки русской и не было а потом мы с ребятами создали такую радиостанцию как green dfm сначала это подкасты были потом радио и на этом радио она до сих пор кстати есть не такое оно мощное но в общем докачали моего до какого-то мощного уровня о класс у тебя какие-то там эмоции стриме так вот и самое главное что мы делали это мы делали много веселых передач по lineage 2 я два года подряд стриме ласады кто помнит в lineage 2 мы делали передачи затащит или нет которые там какие-то сумасшедшие цифры на youtube набрали сумасшедшие цифры дизлайков я имею ввиду вот мы сделали передачи про заточки в lineage 2 пробовали затачивать оружие очень очень классные вот разрушители легенд ну и тому прочее было много веселых передач народ веселился стримы были отличные по тысячу человек на стримах время больше был и по 2000 человек и самое главное то что даже не думали о деньгах делали все бесплатно на энтузиазме и сейчас они многие могут этим похвастать да а еще одно такое достижение это то что когда мы начинали стримить мы мы первые в снг действительно на гринд fm стриме в 2009 году никто об этом даже не задумывался тогда не было никаких не их сплитов ничего не было чем стримить было адоб через консольную какую-то команду надо было на юстрим стримить и этот в разрешении 320 на 240 вы представляете вот это разрешение мобильного экрана мы стримили линейку осады в общем было весело white ты спрашиваешь у меня про то что почему почему я ушел и что было там дальше кратко расскажу потому что дальше было много чего но это же проект прошла вот именно мотив вот как ты пришел к тому то что вот в один день ты подумал нет надо что-то менять и я ухожу полностью с интернета можно сказать так и было ты его к свой удалял и вообще пропадал и вот перехожу на другую деятельность вот как ты к этому подошел да мы долго очень развивали гринд fm и к сожалению мы не задумывались о такой как ты white сказал составляющие наверное это как как он будет себя этот проект откупать или как на чем он будет зарабатывать и не задумывались потому что было фаново очень было классно весело куча зрителей было и так далее но дорастя до уровня очень большого у нас было то есть у нас бывали дни когда на сайте было 40 тысяч посетителей это это невероятная цифра даже для текущего уровня 40 тысяч уников вы представьте себе сейчас гоха 40 тысяч уников со всех сайтов форумов и так далее вместе взятых и генерируют так вот мы доросли до этого уровня и надо было расти дальше надо было покупать камеры надо было покупать профессиональные микрофоны надо было есть ездить с интервьюшками на какие-то уникальные ивенты так далее для этого всего нужны были деньги мы изначально планировали проект как сто процентов не приносящий прибыль я вот изначально его когда планировал я говорил думаете о деньгах вам не место в этом проекте не будет здесь денег и так далее но потому что потому что был такой знаете на собственных убеждениях каких-то и короче год спустя этого проекта мы доросли до вот этого большого уровня и так на год залипли я понимал что ребятам нужны хорошие микрофоны я понимал что нам нужна камера я понимал что нам нужно ездить на интервью в москву и так далее и этого ничего не было ровно год я так побыл потужил побыл на этом уровне проекта и потом подумал что надо все надо все забрасывать не получится ничего сделать из этого хорошего вот и ушел в реал прогулял немножко в реале потом попал в одну игровую кампань и кто-то у нас там есть да да это нашел кто первый вова вова туха вова тут привет воин ты первый как ты нас нашел напиши брат напиши и расскажи всем как ты нас нашел не не великий война рано-рано то чисто напишет как у нас нашел он начинает танцевать отлично покажи покажи свой скилл pvp там его запокажет поэтому это можно сделать у него дяды ману пускай да подожди не покажешь у тебя это нельзя на чем я остановился извини пожалуйста потому что он так для фана нашел я фирмочку по играм да да я кстати почему красный посижу я вайда нечаянно запокажем пока мы бежали сюда вот и и вот вот она краткая история веб казань зика будет он уже говорил но немножко попозже попозже это смысле не в этом эфире не в этом эфире а white меня просто не предупредил что будет веб камера я ее не успел настроить извините пожалуйста но в следующий эфир мы будем с вебкой все будет все будет хорошо вы главное кричите когда объявляется эфир и за не забывай про вебку я тогда прическу шусь хотя бы побреюсь вот ты никогда не жалел то что ты ушел с радиостанция да конечно ужасное такое было на душе то есть но терять это все это невероятно это ну это не описать словами наверное тот кто хоть раз занимался чем-то там делал ролики или играл на стримах а потом это все забросил потому что потому что были причины он он понимает меня вот ну собственно вот почему я снова с вами наверное это долго было в душе долго созревала самой главной проблемой почему я это до сих пор не делал было время вот второе у нас есть уже уже третий даже есть а я просто твой стрим смотрю 2 кокс до кокс рис прибежал 3 а 3 дн 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 присаживайтесь ребята присаживайтесь вы все уже участвуете в розыгрыше 300 рублей 300 ты не так павстану говоришь надо еще павстан типа 300 рублей но еще на розыгрыш о хелплеер бежит ты ты помнишь хелплеера до хелплеера ну это он что-то нет от него на просто это хелплавер ну скорее всего хелплеер он занят от них так у нас мафон прибежал голый так они так давай еще раз повторим возможно ну невозможно 100 процентов нас получились новые люди мы сегодня разыгрываем 300 рублей сертификат на 300 рублей первая часть первый этап этого розыгрыша это нужно просто нас найти где мы находимся мы не говорим где мы не показываем карту вот именно вот по этой локации вот поэтому столбу с огнем уже определяйте где мы находимся все кто это же не когда мы разыграем и разыграем в конце стрима то есть давайте ребята да мы разыграем в конце ну и мы не будем заставлять уже ждать потому что в стриме то на самом деле веселый и я говорю очень хорошие вещи в стриме поэтому для них это ожидание она будет в радость вообще говорит то что я не очень скромный да мы сейчас смотри смотри тут какое вы конечно можете уходить кто сейчас пришли но вы выбиваете с игры на сертификат да это мельницы видны да я именно за ним бы понял где мы находимся но ладно не про это так начнем остановились так можно было ли я грустно я сказал что да было грустно мы к этому еще точно еще вернемся но у многих вопросы и у меня списке какие-то вопросы тоже немножко выше стоят именно по недавней твоей деятельности просто все ждали тебя на классике даже было что-то подобие стрима с тобой про classic и очень много хорошего про него высказывался и говорит о том что очень хочешь на нем поиграть но так сложилось то что ты на классике я так понимаю даже и не заходил ни разу не заходил же да я я ни разу не играл в classic не смотрел даже логин скрин вот и у многих вопросы возникли что такое случилось в тот период жизни твоем твоем неправильно в общем ты понял и изменила ли как-то тебя вот последний допустим там год говорят в армии был и вот правда ли все это да много слуха входило я не знаю откуда это вообще узнал я никому не рассказывал кроме тебя ты наверно всех распространил но мне писали в контакте действительно я был в армии последний год где-то приблизительно вот и теперь я вернулся вы сами знаете ситуацию сейчас в нашей стране знаете что я из украины да и нелегкие бы до сих пор времена для страны вот но я думаю мы в политику не будем уходить потому что когда возвращаешься оттуда ты понимаешь все что происходит в фейсбуке новостях и так далее это это не стоит считать даже стрел один раз посмотреть на это все чтобы все понять все всю правду прочувствовать вот но сейчас все хорошо это это не шутка была на и то есть ты это все увидел все-то себя поняла понял и такое нужно было это в жизни твоей или или сейчас бы ты бы не подписался на такую авантюру ну ты знаешь я вообще по жизни верю в судьбу то есть я я как бы не верю чтобы было если бы этого не было и так далее это было и все и как бы да конечно я сделал какие-то выводы о себе о то о том где я был и так далее но опять же я не буду распространяться скользкая очень тема это вот меня могут сейчас снять снайперы с соседнего дома если я буду говорить какие-то подробности даже так но ладно многих интересовало именно как как это на тебя влияет будешь ли таким же ты жизнерадостным нет я я ужасно скучным стал ужасно скучным и невероятно занудным поэтому сегодня поэтому мы сейчас все блин h2 поднимаемся по этому поводу поднимайтесь ребята не могу встать и не альтаж ну а ты нажми на кнопочку поднятия поднимаетесь поднимая имя нету этой кнопочки и танцуйте также здесь станешь в 12 о f11 у меня встать а танцами точно нету на панельке вот а ты пропиши social dance enter social dance и у тебя все протанцует enter slash social dance нет не получилось нам наверное какая-то команда удалить весь инвентарь так все ответ на вопрос получит я думаю многие поняли что от тебя стоит ожидать и не стоит запариться да много хейтеров было много негатива было от некоторых то что в жизни там человек такого так и бы не сделано ладно это действительно скользкая тема может быть когда-нибудь на каких-нибудь стримах ты что-нибудь и расскажешь давай наверное пообсуждаем про будущее твое то вот говорят что как старички собрались обсуждаете прошло нет мы сегодня про прошлое практически ничего не обсуждаем про радиостанцию про уход чистым мельком вспомнили чтобы понять мотивы и почему так произошло и собственно буквально месяц назад даже месяца не прошло у нас открывается новый портал zanzi panzi.ru и вот вопрос как ты до этого все же созрел кого ты приглашал и какие планы у тебя были изначальные и какие планы возможно они как-то изменились вот на данный момент вот что ты ждешь от своего проекта начну я с того что для тех кто не знает меня и что мы делали с вайдом я скажу сразу что там кто-то спросил смысл этого смысл стрима пока что не могу понять и домой он лайф а мы хотим рассказать вам про будущее про то что будет на этом канале что у меня какие передачи будут что будет что будет веселого и почему почему стоит оставаться с нами вот как как то так ну и конечно же мы разыгрываем 300 рублей на на арене сейчас сидим вот вот он смысл так вот появился такой портал zanzi panzi.ru это блок совмещенный со стримами совмещенный с комментариями и так далее вы можете прямо сейчас зайти туда посмотреть там всякая фигня сейчас есть просто это будет агрегатор чего-то веселого вот что происходило когда-то на green the family где-то еще у кого-то ях мы уже начинаем делать там веселое что-то вот и хочется чтобы все вот эти самые веселые программы которые вам нравились когда-то как заточки как как когда мы играем на олимпиаде за какого-то чара который стоит миллион рублей фильм все время чтобы они вернулись для вас и чтобы вы чувствовали кайф от этих передач не только по линейдж 2 по другим тоже проектом потому что старушка линейдж 2 все же отживает себя но в общем самое главное чтобы было весел весело вот кто у нас уже есть с кем я работаю это у нас есть люк он стримит сейчас осадная линейдж 2 и он делает другие стримы помогает возможно вы знаете его это у нас засосу олеся вы тоже знаете наверное и и если крутитесь в этой сфере ребят другие я не буду перечислять у нас сейчас команде вообще уже 11 человек уже 11 до уже 11 человек они все занимаются там кто-то по доте что-то делает кто-то по линейдж 2 кто-то занимается и мы мошками другими зиг у нас новости все время постит вот и вот мы свайдом тоже начинаем совместную коллаборацию это возрождение новых перед возрождение старых передач в новом еще веселом формате до возможные новые передачи будут идей на самом деле очень много главное чтобы время хватило но все-таки ты не ответил на главный вопрос как ты все-таки к этому пришел каким образом у меня это идея вообще созревала еще с гриндфм а то есть создать этот портал все правильно сделать если первый раз это делать вот как мы гриндфм поднимали невероятно сложно из гриндфм нам невероятно повезло вот делал бы я бы это сам с нуля не было никогда таких результатов не было бы подписчиков не было бы столько просмотров на видео просто я поделал до месяца увидел там 10 просмотров на своих видео и ушел бы во второй раз поднимать это все гораздо проще у нас сейчас не так уж много там на сайте по 400 человек приходит каждый день этом совсем мало вот но я знаю что нужно делать чтобы их стало намного больше вот хотелось всегда попробовать это попробовать возродить в снг вообще не так много людей которые делают хорошие фановые передачи я не буду назвать имена есть люди которые действительно делают фан но большинство стримеров этаж теперь модно сейчас достал андрич а большинство стримеров не модно стримят еще развивается а просто стримят просто играют ну ты окей ты зашел смотришь стрим это и хорошо хочется не этого хочется делать такой такие безбашенные передачи опять же какие у нас были чтобы ты ее посмотрел и ты вроде только что сам макса вернулся думаешь господи как они до этого додумались было весело как хорошо и ребята которые были когда-то на гриндфм видели это передача они в они помнят это все вот это все будет возрождаться только не только в lineage 2 но и и в других сферах до в любом случае если бы было бы неинтересно если мы делали какую-то хрень на гриндфм не было бы столько просмотров до сих пор видео достаточно популярные некоторые из них там набрали больше чем по полмиллиона каждый из видосов так что было бы очень здорово если бы блин мой бот что-то неправду говорит вот поменять вот надеюсь у нас получится что-то подобное возродить не знаю точно по какой игре вот не знаю что будет за бдво опять же и с этим конечно немножко потяжелее потому что раньше в пик популярности линейки было гораздо проще аудиторию набирать так что что сейчас будет не совсем понятно или ты так не думаешь за нет сейчас нам сейчас наверное даже проще будет набрать аудиторию потому что людей стало больше играющих намного выросло количество игроков чем по сравнению с 2009 годом вот и от этого наверное проще будет все это делать почему так почему растут количество игроков ну вы все знаете что у нас появляются новые компании вот в то ли в 2010 то ли в 2011 году такой человек коллег сам бикин он был из директоров и новые если вы знаете немножко геймдев он ушел и создал собственную компанию синкопейт это game net сейчас компания это как компания которая сейчас выпускает black desert я я в роли как говорит black desert и там все food is like desert black desert и они пиарят этот продукт у них там 120 тысяч подписчиков в группе когда-то для для той же линейдж 2 120 тысяч подписчиков это было что-то колоссальное первые группы линейдж 2 было десять тысяч подписчиков и считалось очень круто то есть количество игроков прибавляется будет будет весело будет будет легко и при этом мы не забываем там вон пишет нам хейкер наш какой-то домой не он лайф что вы хотите поднять бабла да мы хотим также заработать деньги чтобы развивать дальше проект чтобы покупать камеры чтобы покупать микрофоны чтобы делать розыгрыш не на 300 рублей она 330 330 рублей представь скажем на на 30 тысяч рублей или вложить вот эти деньги в какой-то ивент в линейдж 2 у нас есть уже определенные идеи как можно вкладывая деньги делать для всех очень весело мы попробуем реализовать в ближайшее время мы придумали что-то безбашенное вот не знаю насколько она зайдет но в общем будет весело здесь так давай договаривай так что мы будем это мы будем пробовать и зарабатывать и развивать на заработанные деньги наш проект вот как-то так здесь спрашивают по поводу старых передач многие скучают про разрушитель игровых легенд и когда вайт казань заприезжала и ему коктейлями напаивал странами не хочешь ли ты это возродить или ты уже старый для этого коктейли пить эти ужасные когда ты меня напоил чефиром и я к унитазу потом не отходил от унитаза эти я помню хочу конечно байт так весело было вать снимал на камеру как я травлюсь разными коктейлями а потом показывать мне видео я зеленый все видео и у непонятные чесночные коктейли это кстати честно это типа эфир должен вайт намешал коктейли говорит это будет крутой эфир мне он говорит ты будешь пить коктейли и потом мы будем играть в линейдж 2 типа как энергетические коктейли как как она зайдет короче намешал мне такого я я был зеленый он это все снимает на видео я потом посмотрел нарезку видео игры вать ты понимаешь что я не хочу чтобы на меня зеленого смотрели на youtube он так это все будет нормально и сейчас он спрашивает спрашивает не хочет мне хочу ли я возродить это так из передачи рейтинговые были там у меня не все закрыты они вот реально закрыты их просто не откроешь но укажу там с 1000 с лишним просмотров есть да я я понимаю что этот рейтинговые передачи я недавно на youtube увидел видео как японцы запустили шоу и они бегунов бегунов которые под беговым дорожкам на стадионе бегает они перед стартом им извините в попу шприцом впрыскивали перцовый спрей и они должны были бежать это тоже рейтингово было нет но 5 назад ты бы согласился бы на это а вот сейчас ну надо подумать не но это же прикольно это весело давай тебе нет ну подожди мы повернем этот перцовый я все время был за колесо я организатор как тебе перцовый спрей в попу и ты должен зарулить чаром на олимпиаде это вообще это идеальное это мы же не бегуны а вот если сделать на олимп с перцовым шприцом в жопу это прикольно да 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 и заснять этого персонажа который играет да естественно с нескольких ракурсов камер достаточно и жили бы конечно поближе было проще но блин это классно это весело да будем весь будем делать веселые передачи будем обязательно перед этим кто-то меня бьет постоянно будем на подожди то есть ты бы подписался бы на это в теории ну в теории но мы бы обсудили но на самом деле это уже очень много значит думаю для зрителя потому что а многие говорили то что занзи уже старенький и кто-то пыл который был раньше уже его нет но как вы видите есть даже и голос остался таким же видно то что он готов на всякие непонятные вещи тем более скоро мы заняться встретимся в москве у нас будет аппаратура и я думаю что то нужно придумать потому что времени мы там будем очень много но какой-то проектик мне кажется стоит сделать попробовать уж точно что ты думаешь про это придумаем этого это говорит сейчас про игра мир мы вместе с вайдом будем на игра мире я к сожалению смогу приехать только в субботу а там начало в четверг хотя очень бы хотелось четверг потому что я сегодня ну посмотрим я сегодня читал новости об игром мире кто-то смотрит игры престолов вот это ужасный сериал white ты смотришь меня меня времени вот но в общем если кто-то смотрит там тион грейджой есть вонючка это иностранный сериал и вот этот чувак актер приезжает тоже на игра мир с ним можно будет там зафоткаться про спрашивать меня очень хотелось бы какой-то интервью с ним сделать ну в общем посмотрим те же английский нормальный просто когда ты зачитывал of course what do you sing my english very good да кто вдруг еще не видела нашего обзора патча на классике можете перейти на youtube канала ссылочка есть в описании этого стрима наверно если кто смотрит на твоем сайте не видит были на мере лана час модератора думаю ссылочку на то видео скинут последние две минуты там как раз нарезка не очень удачных дублей было а возможно наоборот удачных дублей веселых так что можете заценить посмотреть возможно вам тоже понравится так вообще на игром мире почему я хочу вот еще в первый день sony playstation будет презентовать свою виртуальную реальность свои очки которые были презентованы только в одном месте я забыл как это называлось ну в общем тоже одна выставка была не у нас за границей и второе место где они будут презентовать это именно у нас в россии на игромире из-за этого уже огромные очереди туда складываются из тех ну там можно в очередь стать электрона у тех у кого есть подписка на сыне playstation это и она уже там больше чем тысяч человек в общем нереально попасть именно в первый день можно будет самому это опробовать посмотреть что это такое я вот никогда даже не даже не знаю что из себя представляет это виртуальная реальность и это было бы интересно я пробовала окулус рифт говорят что-то типа такого нет там это еще круче да это инновация то что полное прям погружение сразу в мозг электрод я знаю кунг-фу и начинаешь начинаешь драться а потом сбоку камеры стоят и смотрят как ты воздух там бьешь и думаешь что ты кого-то лупишь в игре должно интересно получиться да да но хочется попробовать уж точно да и кто кто вдруг захочет с нами встретиться на игромире приходите я думаю точно пересекемся право лет и тут говорят дорогие я согласен я посмотрел цены на билеты это это же их уже нету ну допустим который на полной на все дни их уже нету перекупщики перепродают 10 тысяч рублей перепродают 10 тысяч рублей за билетик на игромир неплохо очень неплохо но если брать на один день там тысяч триста что не так дорого правда я думаю тоже скоро не останутся и меня удивляет такая активность то что вот реально все билеты за 7000 рублей раскупить настолько быстро но это очень удивительно ну я сразу скажу что первый игромир который был он по моему там был что-то типа 80 человек туда пришло если я не вру а может это не игра мира девелоперская у них еще конференция забыл как есть а сейчас да сейчас билеты все дорожают-дорожают я помню когда я приезжал на игромир в 2009 кажется году и это было что-то типа такой павильончик как огородная выставка там немного людей но может человек 30 ходит по выставке и в последний раз я приезжал в 2012 кажется году это жесть такая была такие огромные выставки в очереди везде вот я себя просто не представляю в 2015 а говорят там просто из-за комик-кона очень много людей да да комик-кон тоже что он добавляет свое посмотреть на 9 все мы знаем к кому кому этот комик он нужен все мы знаем что все идут туда посмотреть на девочек которые типа переоделись в короткие платья и играют там няшных персонажей с игр аниме и мультсериалов она от отошли мы немножко обсуждение проекта и если таки думаю многих интересует именно это твое возвращение и многие думают что скорее всего ты ненадолго вернулся типа попробовал попробовал по ностальгировал и ушел но это же самое как а многие возвращаются в линейку в тот же классе поностальгировали пару месяцев и ушли вот вопрос тебе на сколько у тебя серьезные планы именно на этот проект ну все зависит от того насколько же я серьезно к этому подходу пошел если я создал видео на youtube и выложил его какой-то там нарезанное по одно а если я работал над сайтом два месяца два месяца работал над своим сайтом чтобы он был такой прикольный то ладно давайте так короче два часа назад я оплатил все что касается сайта это хостинг там покупные комментарии слимом канал и комментарии нет это не комментарии которые покупаются просто там отдельный модуль и каков называется он и он стоит денег то есть это не бесплатные комментарии мне они обходятся тоже какие-то деньги они очень крутые там можно соцсети логиниться и так далее таких бесплатных не было поэтому пришлось заказывать этот сервис комментариев а так что там еще twitch эксплит все это оплачено на год вперед короче и придется теперь год что-то делать а то что я только захочу забрасывать блин у меня же все проплачено ладно буду еще стримить эксприт защите как зачем а чем стримить оба с оба с все говорят оба с а я люблю эксплит но он же удобнее и выводить всякие плюшечки прикольнее и ну вот вопрос конечно же в этом но вот я у меня сейчас на стриме вот это подписчики типа ваш новый подписчик тоже такое наверное есть нет но там тяжело то есть ты открываешь в отдельном вкладку в браузере зеленым фоном а ловишь ее эксплитом и выносишь на экран в бс и через плагин это работает то есть бс поддерживает плагины сейчас нет в эксплите тоже плагины есть они там подключаются ну то есть их прозрачными можно в общем я начинал с эксплита просто нет я в начале эфира я рассказывал что я начинал с командной строки был какой-то адоп может ребята подскажут в чате я не помню адоп энкодер или что-то типа такое там в командной строке прописываешь параметры сервера пароль аут код и начинаешь стримить 320 на 240 а потом появилась о господи x-split он был в стадии за закрытого бета-теста он очень бесплатный был да не было до этого вообще никакого программного обеспечения чтобы нормально стримить просто все молились на x-split вот и когда я уже заканчивал с гринд фэмом не было еще альтернате хорошая альтернатива и вот появился потом оба с поэтому я просто его очень хорошо знаю я репортил там куча багов когда он был в стадии бета-теста он такой разваленный был ужасный глючил серия вот на над на форуме там помогал ребятам которые на форуме x-split ну то есть просто природнился и теперь x-split ну просто здесь удобно здесь и по донату вот там никто нибудь часа донатит здесь высветить сумме на экране то что вам вот без донатили столько-то рублей и так далее там платные подписки подписан в общем все показывает даже количество людей которые сегодня подписалась а точно высветилась за над донатили тебе только что 5000 рублей нормально как-то ты мало сказал нет надо надо 5 тысяч если бы я сказал больше так не поверил не там донатили же ты вон обзорит список там донатеров так давай посмотрим что там за списочек ого 50 штук же жить за нубас какой-то кинт лун да неплохо ребята в чате пишут занзик читает чатик до занятие только и делаем и весь чат читаем просто я не все задаю вообще дачи задавайте свои вопросы самые интересные буду задавать по мере темы обсуждения не в разнобой хотя бы тоже поотвечаем уже после того как обсудим все основное что мы сегодня хотели обсудить уже позадаем именно вопросы от вас да я думаю где-то минуте так через 20 мы уже перейдем к розыгрышу до вайт у нас тут уже собралось количество людей давай посчитаем раз-два дракона считать 3 4 5 6 7 тут дары и занзи принесли люка спасибо с тортиком а это это дары это дар можно его поднять нет нет я думал это дар иди должен бахать что-то на леталку скорее всего линейдж 2 блин хардкор настолько превратилась тортики у меня видели мне торги его не раньше да конечно когда они были плане очень давно эти тортики были нас и казалось на тыковки были раньше и раньше я слы были на тортике тоже были тортики появились уже после интерлюда а ты прям до интервью до до интерлюда люди были монетки монетки если ты помнишь а бронзовые и золотые монеты был такой ивент а больше иментов я особо ты не помню что было до интервью до на интервью до основные ивенты стали появляться поскольку я помню ивенты ты имеешь ввиду нет ну всякие тыковки и так далее они еще c3 я начинал играть на фрешарде они уже были они наверное с c1 были вопрос согласен ли заня за что бывает открыл те виде на ютубе по разрушителям игровых легенд что ж перефразирую есть на ютубе видео с тобой по разрушителям игровых легенд они закрыты это не те которые ты вначале подумала есть спрашивают у тебя разрешение чтобы я их открыл но и зачем это все кто хотел у тех были ссылки на эти закрытые видео не знаю что там вает еще мог я сейчас напрягся так что white бог поснимать он такое насимал жесть недавно кидал такие видео за за готовы лепить те самые прекрасные коктейли с редисским и сладким перцем дайте уже сказал то что готов это прикольно слушаем и москву поедем лимур в москве у него он как раз коктейли делал дегустировал их прям на игромире то есть на сцену меня выводят и зонди пей 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 публика пей 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 зеленеет зеленеет не статьи вот тот коктейль который эти скидывала ссылку его во первых многие люди стали пить и он реально помогает то есть делали эксперимент именно как целую неделю каждый день пилит коктейли так что ты там зря про зеленого зеленого себя говорил просто тебе было непривычно эти на коктейли пить и плюс мы их делали неправильно когда ты делаешь соковыжималки а он такой однородный как йогурт а мы с тобой как делали мы в тряпочку которую стал да 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 я помню и выжимали вжиг так выжимаешь там вот это все летит оттуда это настолько гадко гадко все смотрится плюс это каша вот ты смотришь и такое ощущение кому-то это уже вышло из тебя не то что в тебя должно зайти хардкор был жесть ребят да что-то я хотел сказать а я хотел сказать что у меня тоже был эксперимент я когда играл в блин лишь два в 2009 году кадмус только открывался и мы были с одного сайда топовая мага пати так вот у нас был эксперимент продержись три месяца играя по 20 часов в день и пей каждый день и red bull и эксперимент не удался потому что один из чуваков слег в больнице после такого хардкора 8 осталось так что нету из-за этого как раз и круто то что вот эти коктейли они сильно полезны конечно как только витамины чесночный как ты менять чесночный чесночный там можно зачитать мне где-то в их расти сегодня зачитывал до эфира что там содержится вот но и некоторые коктейли которые мы делали они действительно сбалансированные те которые помогают и бодрости приобрести и сона наладить и ты начинаешь спать меньше времени но высыпаешься гораздо лучше и это подтверждено у нас есть люди которые эксперимента приводили это все очень круто получилось он ли мур как раз был в числе испытателей ну в общем ты вот а после и работа сколько у нас 254 человека здоровую жизнь пейте коктейли не знал что значка морковочки на мешайте себе молочка туда и вот но если что-то получится что прикольное сделать у нас раньше была проблема с аппаратурой мы снимали на веб-ку хоть хорошая веб-ка была у нас был слабый ноутбук и из-за этого нам приходилось с хорошей веб-кой снимать в качестве 480p наверно или 360p из-за этого все так тухло было но мы посчитали хорошее качество не нужно потому что в то время мы стримили именно в разрешении 360p и показывать вот эти вот эту передачу которую мы планировали в этом разрешении было бы нормально и всем привычку привычное разрешение бы присутствовала сейчас да конечно это не прокатит таким разрешением смотреть невозможно чисто поностальгировать но не более того из-за этого у меня там хоть и есть картотика вот этих закрытых видео но их потихоньку наверно уже можно удалять потому что но уже не актуально лучше творить что-то новенькое я думаю что новеньким мы сможем сделать занзи на занзи да конечно пас посмотрим по обговорим обязательно эти идеи у вас ребят если есть какие-то идеи если вы помните хорошую передачу и хотите чтобы она возродилась пишите пожалуйста войду войду у нас будет главным организатором а я главным ну басом вот и и мы это все будем делать да и ира сейчас как раз я хотел про новый проект поговорить вот потихоньку уже затрагиваем тему будущих проектов такие планы и что собираемся делать и кстати отдельно вопрос уже для себя что ты собираешься делать какие у тебя планы помимо буду ну давай ты начали ответишь потом я уже продолжу дальше да хорошо насчет новых проектов вопрос да да сейчас я активно работаю с беда онлайн black desert онлайн вот там репостят game.net мои видео вы могли их тоже видеть а может и не видели получаются нубацкий нубацкие видео я только начинаю там играть только три видео по этой игре сделано играм получается достаточно задроцкая она такая хардкор на корейская потому что если мы берем последние игры какие-нибудь да тот же архейдж например там было легко убивать мобов здесь сложно здесь сложно ну пока я ну может дальше будет опять легко то есть это не а не а юнчик когда там ты натравил стрелочку на моба и все и чар сам убил моба там надо кататься там нон таргет система уклоняться и так далее в общем очень надеюсь что эта игра выстрелит и у нас помимо линейки там что у нас еще есть хорошая сейчас да будет еще какая-то игра в которой можно проводить ивенты видео делать где-то играть вот залипнуть не в личку писали занзи как ты думаешь там может это та игра на которую я залипнул как в линейке на три-четыре года я говорю да не дай боги только жизнь началась нормально вот это первое что чем я сейчас буду заниматься дальше это у нас игра мир наделаем много чего интересного на игра мире основная цель конечно у меня это познакомиться возродить старые связи с ребятами которые там были чтобы нас пиарили помогали помогали персонажами может к ним таки геймскими функциями но было весело когда когда была помощь от официальных представителей компании вот и работаем сейчас тоже продолжаем работать по линейке все же основная публика у меня это линейчная я не хочу привязывать проект к линейке ну точнее он не будет привязан это сто процентов но много людей помнить что такого линейка много людей играли в нее если вы на зайдете на сайт занзи панзи точка ру там есть такая рубрика ностальгия от меня вы можете поискать в статьях и увидите что там только статьи по линейке как я начинал играть история про мортика как нас со скамела типа аля девочка просто герл до полную историю я рассказывал очень много теперь это разряда байки перешло уже более официально от первых уст и теперь они еще будет рассказывать рад что у нас со скамели нет рад то что ты вернулся и теперь эти яблоки уже от первых уст да раньше я там рассказал как круто было весело а сейчас когда прямо от первых уст это немножко мне кажется интереснее будет звучать или слушаться вот но вы мне кажется будет здорово так и теперь тогда про проекты которые будем пытаться возродить некоторые опять же названием можно сказать те же самые останутся там затащит или нет опять же будем стараться отойти от одной игры от линейки хоть и по линейке нам тоже мы будем делать нам нужна будет ваша помощь я скажу именно какая занять как ты думаешь вот как раньше вот помнишь нам затащит или нет в dota ты вперед отта играл стоит ли делать что-то подобное типа за дальше или нет другую игру который ты раньше не играл который тоже популярная вот ты в первый раз будешь играть но все зависит от публики мы начали мы пробуем делать какие-то левые стримы не привязываться к играм и пока что результат не удовлетворяет потому что приходит мало очень людей на стримы то есть основной мотив будет это конечно количество народа это основной двигатель любого стримера любого подкастера любого мувик мейкера если он видит число большое на своем мувике он продолжает это дело это есть такая вот и все если он сделал супер классное видео работал над ним неделю все классно и так далее потом просмотров 100 на youtube но он со временем этот закончить работать над этой передачей поэтому мы посмотрим если будет на публике нравится будет много просмотров то мы будем работать над этими передачами мы будем стараться продвигать хорошие передачи на другие игры очень будем стараться очень будем стараться показывать вам фан в других играх потому что я иногда сам не понимаю фан вот я в доте например в лоле во всех моба игр играх не до конца понимаю этот фан я захожу туда ну типа типа да можно поиграть но вот такой вот из разряда что же сейчас я залипну и так далее этого нету а он где-то там зары только надо правильно показать надо правильно показать и почему собственно наши стримы до паник той же линейки было интересно смотреть потому что человек играет в эту игру становится немножко скучно появляется что-то новое это развлекает вот такие в других играх будет развлекать будут стримы до того есть есть как раз идеи и даже по той же дайте как немножко разнообразить и сделать именно тот контент который поможет отойти от обычной доты просто повеселиться правда не знаю каким путем это можно реализовать но идеи до много здесь конечно все упирается во время опять же занято сейчас работает и тяжело будет успеть сделать и это и другое третье опять же плюс а я так понимаю в занятия если бы я бы не появился то боже все равно что что-то делал то есть я не могу полностью забить и весь свой графика и теми проектами которые раньше были вот в чем еще проблема то есть ты хотел забить мой график всеми проектами нет им я имею это то что именно объясняю почему их не может быть прямо такое количество которые многие хотят потому что если ты что-то тоже там уже планировал делать ну да да конечно вот в программы по bdo ты видишь наверное злишься из-за того что я тебе говорю все вает мы не пойдем с тобой записывать что-то потому что я монтирую сейчас мувик по bdo нет очень разные говорю но это же специально для стрима было вайд ну окей так вот какая нам нужна помощь на во первых нужна помощь людей которые играют на каких-нибудь крупных проектах типа астериуса который открылся буквально даже не знаю неделя прошла не прошла на астериусе на рпг клубе на всех официальных русских серверах наверно всех я думаю валим то везде более менее активен сервера объединили и люди нужны которые активно играют которых достаточно забущенный персонаж средний персонаж это конечно тоже хорошо но хотелось бы хотелось бы чтобы персонаж был максимально забущен или хотя бы был близко приближенный к этому чтобы это было поинтереснее но в любом случае будем рады любом предложению там 99 плюс чары на официальных серверах максимального уровня хорошим хотя бы среднем одежде на этих фришердах популярных если у нас не будет вариантов будем думать уже с тем что имеем хочется сделать опять же с затащит или нет по линейке спустя вот пять лет даже если будут те же самые персонажи которые уже и были но все а в годе все таки год это новая игра здесь все по-другому механика другая скиллы совершенно другие я думаю даже самому занятию будет интересно посмотреть что произошло с линейкой да занятия конечно же интересно будет насколько мне интересно будет вернуться в эту линейку да об обновление делать чтобы игроки возвращались вот посмотрим 100 этой линейкой или не то видео уже радуется но но надеюсь тоже понравится вновь ты загоришься и будешь ждать этих выпусков для самого себя правда вот многие думают то что вот чего раньше часто делали было круто на самом деле мы делали не часто выпуск по заточит или нет по олимпу был раз в месяц раз мы так зато сколько впечатлений было на выпуске да да и все выпуски очень сильно ждали сейчас просто как youtube развивается делает ролики каждую неделю а бывает и два раза в неделю это уже как это обыденность даты подписывается да людям нравится но они заходят смотрели все забыли давайте вспомним наши с прошлые выпуски все помнят по вышку где занзи пипец окно бил все помнят агра задувал да блин реально вот всех героев где он играл можно так вспомнить если делать это очень часто такой такого эффекта не будет к сожалению из-за этого будем планировать делать расписание графики если будет все окей все-таки раньше было немножко попроще с персонажами во первых у меня было достаточно серьезное имя на своем сервере и было проще договориться опять же с тем же агаром который там персонаж больше миллиона стоил да и не знаю проще было в этом деле и кто если помнит то в основном как раз предлагали не занзику персонажи именно мне все вот эти выпуски они были с фариса а сейчас уже нету нету такого ну хотя нет и имя может быть хоть и появилось но нет такого влияния внутри игры на серверах линейки скорее всего многие не доверят уже своих персонажей но возможно есть люди которые нас помнят а возможно есть люди которые хотят немножко пофанится повеселиться который предоставит своих персонажей было бы здорово ждем ваш ждем вы нужны нам чтобы делать классные передачи поэтому если ты супер герой выдавай своего чара мы его зады левелим сломаем всю одежку на нем нет шутка мы поиграем за него если он хороший на олимпиаде будет весело тебе пиар будет тебя все будут знать в классном стриме в общем плюсы и нам и вам до 2 2 проект который хотим возродить это проект по заточке в этот раз мы вряд ли будем что-то проверять хотя хочется записать ремейка к тем тестам у меня даже где-то excel файлик остался где мы считали у нас в планах вот когда мы создавали вот так как-то в небесах летали типа да мы это все на гохе напишем это будет круто это будет первая такая достоверная база но как-то это почему-то загнулась не помню почему или это уже тогда потихоньку там нисколько эта передача кто помнит передачу по заточкам было весело или нет ребят в чате плюсик или минус поставьте сейчас мы увидим но я думаю что народу все же не сколько нравилась вот эта база когда мы точились что там д пушка на таком-то левеле ломается больше с плюс 7 на плюс 8 и так далее а смотреть на ломающееся оружие да но в любом случае это было бы интересно именно и со статистикой но статистику можно просто было выложить но имеют то что полностью проекта загнулся и скорее всего как раз уже смотри сколько плюсиков всем всем нравилось видите вот а кто-то не знает что это было за передача мы брали просто очень много пушек и пробовали их точить там 100 150 так далее официально сервера очень дорог вот у нас там какие-то спонсоры были какой-то магазина дн и двадцать семь тысяч рублей он дал на игровые представляете это в то время сейчас штуку баксов на дэну ждали передачу до 70 тысяч рублей вот кто-нибудь 70 тысяч рублей выделите чтобы мы тупо поточили все сломали и и все вот она столь гармонии эпичные передачи тогда им это же не то что ты это ты же не то что там взял эти 27 тысяч рублей а потом попользовался да и отдал адену обратно то есть выбрали из покупали заточки не было мы когда начинали этот ивент заточки начали расти в цене и все проклинали нас потому что а блин white и занзи опять свой ивент организует на сервере сервера пропали все заточки вот и мы давай тащите все оружие там все сломалось отлично на плюс 18 какая-то пушка получилось все круто на каком-то сервере у нас пушка осталось говорят rpg club будет кроваться новый сервак в ноябре и все ждут там клан white pride санзи ты не хотел бы поиграть в линейку на white pride да это не так важной white pride это долго история почему так назвали все думают что я чересчур сильно себя люблю потому что название клана было свайдом все подразделения были тоже там топ white best white и куча такого на самом деле совсем так но почему-то она прижилась и white pride теперь наш основной клан на стриме стал являться но я не про это все-таки не хотел ли ты попробовать поиграть в линейку далекой возможно перспективе ну возможно в далекой перспективе возможно хоть далекая будет в ноябре вот но и на самом деле это хорошая новость то что в ноябре открывается рпг-клаб значит там будет много игроков и возможно удастся заснять несколько выпусков но проблема проблема я там по своим еще старым каналам пробью фришки ты знаешь да что я г хэдгэмом фришки был да знали нет но у нас есть несколько вариантов но между то что вот на рпг там просто людей будет много но проблема фриша да в том то что в основном они долго живут и делать каждый месяц по новому выпуску не получится я делал что-то подобие зато считали нет уже от себя и за месяц мы там играли чуть ли там не 10 персонажами причем неплохо все так оформляли отдельно дизайнер был но он сейчас есть но такой творческая личность не всегда получается вот напрячь вот и сделать так чтобы вот как в по старом форматор не совсем получится но с другой стороны рпг-клаб они живут достаточно долго вот эти сервера вопроса нет больше так ладно я не договорил мы же начали вообще так бывает иногда так вот насчет насчет заточки мы хотим возобновить не в том формате чтобы мы брали там 100 пушек хоть мы все таки есть такое в планах наверно что-то мы попробуем сделать опять же на официальных серверах такое чисто ремейк старого видео потому что этот видос где мы точим пушку он очень рейтинговый на протяжении уже многих лет то есть он обычно как вот в первый месяц я видос набрал 10 тысяч просмотров второй месяц 5 тысяч просмотров и уменьшание не идет а тут же просмотры только растут набирал раньше по 1000 просмотров сейчас вместе набирает по 10 тысяч просмотров еще больше и больше становится то есть ролику которому 6 лет он только набирает обороты и возможно ремейк он как век хорошее вино с возрастом только становится лучше а почему так потому что все все хотят увидеть как затачивается что мы там точили д пушки до пушки когда мы точили магические пушки и думали она сейчас по-быстрому заточим у нас еще точек было мало но типа не тащится не будут ага хрен там у нас магическая пушка даже на 17 затачилась да на 17 это не убили на русофе 144000 урона причем посмотри меня пока мы меня который пока не трогают так публика стала как раз взрослее вот что интересно потому что раньше вы тебя бы убили бы даже сразу слушайте вы же помните мою передачу да когда открывались новые сервера на русофе добыли такие времена еще вот и и там я забыл как эта передача называлась короче смысл при открытии сервера я 24 часа нон-стопом играл да вот если вы не будет и у меня были у меня было очень много психов там потом а они 24 часа до 40 левела цель была не значит начали до 40 вода потом часа первые стримы до 40 левела и я но этот год 2011 был поэтому вы вспомнить какие-то не просто было короче до 20 до 40 левела это было раньше 2011 тоже было просто был 2010 наверно вот и основная проблема была в том что в тех кто смотрели стрим она не бегали за мной покашили чтобы я не стал сороковым я там спустя 26 часов я выключал микрофон я матерился бил подушку которая рядом лежит когда качаться жесть и могут очки качаться это означает 26 часов в линейку играю я даже не могу пойти по поспать то есть у меня там какой-то рекорд был беспашенный 48 часов я играю из-за того что покашили а здесь нет здесь не покажут отлично давай на классике до 40 уровня за один стрим давай и сразу в рай не ну час проще сделали сейчас проще и разокачаться да говорят то что вот человек готов вложиться на 15 тысяч рублей и это была следующая же тема то что ну материальная помощь тоже нужна для реализации некоторых проектов нет это не 15 тысяч рублей 15 тысяч адены но в общем есть кошельки в описании стрима это раз во вторых батусик батусик привет поток точно батусик как он живу охренеть сколько времени прошло 6 скажи все старые друзья он с такой маленький был уже братья было вроде ребенком да 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 батусик ты подрос же может фарис нам столько донатил всякого но игрового но тогда вам было мало лет он вроде реального донатил когда мы собирались на компьютер дабы было собрали то до сих пор этот комп между прочим прикиньте с гриндов м который в донатили штуку бакса да у него мне тоже получается ком собрали подписчики комп вышел по итогу где-то за 4000 баксов то время за четыре штуки а почему почему я требовал ком нет слышать я продумал все мы не переплачиваем за комп донатим только на штуку баксов там такая простинга материночка процессор ну топовый но все равно там без видеокарты потому что линейдж 2 не требует видеокарты какую-то галимую я видео мы еле-еле собрали и там половина денег скинул play money а ну сайт уже нет так что не реклама не рэм был такой наш спонсор это они скинули деньги мы такие приходят типа вау смотрите там не помню там 3000 рублей что ли было закинуто такие ни хрена себе и написано play money и мы такие но нам и прорекламировать не жалко такой магазин раз они столько денег скидывают мы их прорекламировали а потом как-то связались я не помню как мы с ними связать во первых я их знал потому что они моем городе они буквально 300 метрах от меня находится офис вот и мы с ними уже договорились и начали рекламировать то есть это во многом это конечно случайность была то что мы начали рекламировать кого-то и хоть первые деньги заработали но правда большинство денег у нас отобрали мне дали за то что я нашел спонсора а деньги которые должны были поделиться между составом а их не поделили до какой деньги ушли опять а санти и пипи пей ну как тебе сказать мать нужно нужна была машина яхта нем и делили все деньги и Я помню. Так, прикол, сайта нет, это не реклама. Ну какая-то реклама, если реально сайта нет. Вы о чем говорите. Вот, в отуте говорят 15 рублей. Так вот, я не договорил. Вот у нас есть в описании стрима кошелечки. Это во-первых. Во-вторых, вы можете нажать на этот большой фиолетовый палец, и вы перейдете на сайт Donation Alerts, и тогда ваше сообщение, во-первых, проговорится голосом от бота, и сообщение высветится на весь экран. Так что любые пожелания, любой врыв, любой вопрос, который вы хотите получить вне очереди, можете посылать именно через Donation Alerts. Что, реально можно любую фразу сказать за 30 рублей? Да, и он ее произнесет слух. Давайте что-нибудь такое, зажигное. А сколько секунд можно? Ну там есть ограничения, конечно, какое-то. Секунд 10 точно есть. Секунд 10-15 он будет говорить. Занзи-будак! Вот, и кто хочет поддержать проекты, пишите, во-первых, ваш ник, это обязательно, чтобы мы вас учли, и вторая приписка там на проект с Занзиком, чтобы мы знали, как это распределять, и никуда налево это не уйдет, и все уйдет именно в развитие, в проекты. И даже еда на это не будет покупаться, будем именно развивать проект и контент. Потому что сейчас это для нас самое важное. Мы раньше это делали, вкладывая свои деньги, если вспоминать Гринд.фм. Раньше приходилось и оплачивать. Чтобы ты мог стримить, тебе нужно деньги заплатить. Вот какие были времена, помнишь, Занзи-будак? Да-да-да, это жесть вообще было. Чтобы ты по радио мог поговорить, тоже заплати деньги. Ну, то есть, как сейчас стримеры рассчитывают, что они пойдут стримить, и им будут платить. А тогда были времена, чтобы стримить, ты должен заплатить. Вот как у нас модели отличаются? Раньше, когда человек в проект шел, он говорил, я хочу в проект, я умею делать то-то, я могу давать столько-то денег. А сейчас идут заявки, я хочу в проект, я хочу получать столько денег. Вот такое различие стало за 5 лет. Да-да, но все меняется, все меняется. Приятно было побывать и в тех временах тоже. Да, было весело. Так что, кто действительно горит этим, как мы, кто хочет помочь, вот такая реклама. Скажите, что это на совместные передачи Занзи и Вайда, и мы будем распределять эти деньги на вот эти передачи, про которые сейчас говорили. Да, возможно, даже и в целом проект поднимать, смотря какие суммы, конечно, будут, потому что я знаю, что могут быть случайно люди, которые могут и большую сумму перечислить, но мы рады любой сумме, даже маленькая сумма, там 50-100 рублей, она мотивирует. Это не значит, что вот что-то вы сможете на эти деньги сделать, но оно дает такой запал, ты хочешь творить, ты хочешь делать, и ты знаешь, что кому-то это нужно. И именно таким способом... Это как денежный лайк. Да, вы говорите о том, что вам это нужно, и вы хотите это увидеть. Для нас это много значит, так что все ссылки в описании. Так, продолжаем, продолжаем, что я хотел... А, вот, я так и не закончил. Да, давай, говори. Да, Занзи, говори. Вайт, вайт, может, мы будем разыгрывать, ребята, заждались. Да, мы немножко затянули. Сейчас я последнее скажу про, говорят, то, что есть подозрение, то, что ты был сам про Stargirl, и ты так хорошо знаешь эту историю, потому что ты сам был тем СВСом во втором окне. Который все соскамил. Да, и чтобы отвести от себя подозрения, ты сделал эту тему, раскрутил это, чтобы про тебя никто не подумал. Да, именно так я и сделал. Нет, на самом деле веселая история была, ужасно необычная, когда нас соскамил, точнее, нашего пати-лидера подговорил нашего пати-лидера соскамить мужик, который представлялся девушкой, это было весело. Но вот все всегда спрашивают, как повлияла эта история. Ты ушел из Lineage 2. Я бросил играть в Lineage 2 после этой истории. Я вдонатил очень неплохие деньги, ну, как для того уровня моего, да. Да и до сейчас это не очень плохие деньги. Ну да, по полторы тысячи долларов за три месяца было вдонатить. То есть я на официальных... Зайдя, ты хорошо живешь. Я на официальных серверах евро-офа платил по 15 баксов по 15 баксов каждый месяц. Я пришел в Lineage 2... И там многие говорили, типа, ты что, дурак, что ли, за игру столько платить? Да, я пришел в Lineage 2 русского офа, и я за три месяца вдонатил полторы тысячи долларов. То есть там я 45 долларов за три месяца, здесь полторы тысячи. Какая модель оплаты лучше? Free-to-play или Pay-to-play? И почему все сейчас на Free-to-play? Вот вам ответ на вопрос. Да, сейчас можно говорить, что я хочу там Pay-to-play, чтобы меньше денег платить, чем на Free-to-play. И это будет 10-н грамм. О, смотри, какой-то моб к нам прилез. Анквин. Ах, как-то. Это трансформа у Люка. Интересно, а у Люка это какой? Это настоящий или нет? Да-да-да, должен быть настоящий. Он аренит играет? Я думаю, у него там есть чар. Ну, он такой... А как он залез на Анквин? Он стащил ее с пещеры? Ну, видать, мало он-то дойти. Так, ну что, мы все проговорили все, что хотели? Ну, не совсем давай вначале в розыгрыше. Напомним то, что мы проводим розыгрыш, разыгрываем 300 рублей. Только что говорили. Полторы тысячи долларов. Батусик 15к. 300! 300 рублей разыгран. Это сертификат. Вы его можете применить на любую игру и новый. Айон, Пойнт Бланк. Что там сейчас у иного еще? АПБ, Атлантика, Линейдж 2 Классик, Линейдж 2 Обычный, Халл Онлайн, даже жесть. РФ Онлайн, Р2 Онлайн, Планет Сайт и так далее. В общем, вам нужно... Участвуют сейчас те, кто находится рядом со мной. Только рядом с нами. Кто нашел нас. Это Вова Тунха, Жрец Киргиза, Канина 228, Мафон, голый, голый Мафон, Кокс Рис и... Занзику на проект. Айлюк. Занзи, я тебя перебью на секунду. Прилетел первый донат, проговорила девушка приятным голосом сообщение. Человек хочет ссылочки на твои закрытые... Ну, правда, ника не было написано. Но на проект. Первые 30 рублей на проект. Ю-ху! Е-е-е! 30 заработанных рублей! Мы окупили 10% сегодняшнего розыгрыша. Офа имстрим! Все, пока! Спасибо человеку, который сделал этот перевод. Скорее всего... Паржи, а что же ретро пипл это девушка? А, нет, там них, наверное, был сказан. Нет, девушка проговаривает, бот девушка проговаривает. А, бот девушка понятна. А ты думал, а, типа, сам ты говоришь, сам пригоднение? А, да, там бот разговаривает за место тебя. Понятно. Вот, них был все-таки. В общем, все ники я потом смотрю в базе по переводам, и они попадают в список донатеров. Спасибо за поддержку. Спасибо, что прислушались. Спасибо, что мотивируете нас творить дальше. Продолжай. Ребят, белый чат. Вам понадобится белый чат. Все. Разговоры все. Вайт, включай. Это тоже белый чат, чтобы все видели. Включен. А, я писать не могу. Почему? Ты можешь первый уровень? А, нет, тебе писать не нужно будет. Тебя нужно. Нет, я просто говорю, мне вот интересно, ты что-нибудь миши, может, я белый чат не вижу. А, сейчас. Вон, а-а-а. А, я не умею писать. Так, тебе не нужно писать, будет вайт. А, вдруг кто-нибудь за лоу-левел, пришел вот, допустим, хелл левер. Он хотел выиграть, а он писать не может. А, он в белый чат не может писать. А, в пати чат может? Инвайт всех тогда в пати. Кокс рис у нас лидер. Кокс рис, инвайт всех здесь. Да, хватит чат можно. Ну, а мы влезем. Раз, два, три, четыре. Да, должны. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, на девять человек. Го, 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 го. Сейчас нас всех заинвайтят. А я расскажу задание. Задание будет следующее. Как видите, у меня сейчас есть карма на моем персонаже. Она из-за того, что вайт подвернулся под руку, когда мы бежали сюда. Я не могу эту карму отмыть. Это вообще что-то сумасшедшее. Смертью. Но ваша задача будет, те, которые здесь, отгадать первым, какое число кармы у меня сейчас на персонаже. Я делаю сейчас скриншот кармы, и он уже готов к отправке в чатик, чтобы вы поняли, что никакая не подстава и так далее. Вот. Начали. В зеленый чат отгадываем карму. Я буду делать интересные подсказки, которые... Зеленый в зеленый. А мама, мы не всех набрали. Ну, ладно, можно в любой чатик, пусть пишут. Да, можно в белый, можно в зеленый. Вот, а у нас... Тут говорят. Нет. Нет, допустим, говорят, в общем, мы пока что будем общаться, наблюдать за чатиком, и, наверное, каждые пять минут делать подсказки. Так что спамить не стоит. А то мы могли там с единички и так начать спамить. Хотя я помню, у тебя было задание. Кто первый напишет от одного до ста тебе в скайп, тот получит приз. Да, только чат в стриме. Вы, к сожалению, не участвуете здесь, потому что участвуют только те, кто нашли нас. Вот, шансы... Из-за этого большие шансы получить сертификат один к девяти. Ну, точнее, даже один к семи, потому что мы двое в пати, мы не участвуем в роте-загрыш. Вот. Пока что ответы неправильные. Вот, но мы ждем. Мы ждем ответ. Ну, во-первых, не факт то, что у Занзи первая ПК. Далеко не факт. Во-вторых, он, может быть, не один раз ПК-шал. И... Так что, ну, здесь не угадать. Здесь реально не угадать. Возможно, он еще убивал моба. Ну, вот, в принципе, кто угадает. Кстати, есть время, кто хочет еще поучаствовать в розыгрыше, прибежать к нам. Я вот показываю местность, где мы находимся. Если кто-то успеет прибежать и дать правильный ответ, то он получит сертификат. Так что, дерзайте. И вот, на самом деле, кто здесь присутствует, этим людям реально сертификат нужен. Они здесь играют, им нужно по... Приятно таким отдавать. А отдавать человека, который у нас в чатике, он может просто даже не играть в линейку. Он не знает, что такое фо-гейм и иного. И просто выиграл ради того, чтобы выиграть. Вот. А так мы отдадим точно тому, кому это надо. Это здорово. Так, пока что у нас нету правильных ответов. Но у нас есть... У нас есть... Подсказка. Давай я подсказку дам. Подожди, подожди. Ты можешь убить сразу все. Ты такие подсказки не даешь. Нет, я даю подсказку. Да, я умею дать, мать, хорошую подсказку. Да так ты можешь сразу... Ну ладно, давай, рискнем. Ты просто обычно... Я просто тебя помню, и ты все время даешь подсказку такую, что сразу становится все ясно. В этом... Ответ... Ответ содержит цифру. Все. Все, что ли? Ты что, плохая подсказка была? Дальше. А может даже не одну, да? Не одна цифра, не одна. Ладно. Пусть пока что отгадывают. Мы хотели проговорить... Я так и не успел про заточку. Я только начинаю, и мы все переходим в другое русло. Следующий проект, который мы планируем еще возродить, потому что он был на Гриндэфэме, пока что мы его не заменили, на проект с проверкой шансов заточки. Наверное, нам на тот момент показалось, что он поинтереснее. Не знаю почему, может быть, Занзи ты расскажешь, что ты думал в то время. Какой проект? Я немножко... Ну, раньше ты брал у людей оружие, чтобы точить, а потом мы перешли полностью на проверку шансов. То есть мы сами закупали и сами точили. То есть мы могли делать два проекта, ты сказал, ну давай лучше один проект делать, типа он круче. Ну, честно говоря, я там не помню. Я помню, что у нас передачи были совместные, совмещенные. Мы сначала наши точили, а потом пробовали у людей. Окей, затея этого видоса, который дальше будет в том, что... Которому передача не видоса, а передача будет, это онлайн. В том, что каждый сможет прислать свое оружие, и мы попытаемся его заточить. Заточка будет бесплатна, она будет спонсироваться спонсорами нашими. А оружие ваше, но если не повезет, то мы отдаем вам кристалл просто, и все. Ну, беспроверечная лотерея, в любом случае, что-то получится. То есть бесплатная заточка, вот, будет как-то так. Вот, а если вы не хотите так рисковать, можете подстраховаться и прислать, допустим, блеску. Мы ваше оружие точим блеской и отдаем вам или заточенные, или не заточенные. Это, конечно, не так фаново, но пока что... Не, такого не будет, ну давай. Ну, каждый день не очень много. Если будет много таких присылать, то, естественно, мы откажемся от блески заточки, будем по хардкору. А где мы блеск заточку заточку? Нет, если они сами дают блеск заточку. То есть я тебе даю оружие, но я не хочу так рисковать, вот тебе блеск заточка. Но, правда, это не легче, когда ты точишь плюс 15-ю пушку, которая стоит там миллион рублей, и плюс нулевая она стоит 10 тысяч рублей, то ему не легче будет, что она сломается и что не сломается. Иногда даже выгоднее было, чтобы она сломалась, кристаллы дороже выходить. Да. Вот, помнишь, плюс 15-ый резак? Блин, а это самые дорогие вещи на фарисе были. Плюс 15-ый резак, плюс 10-ый ворпл щит, который там стоил тоже больше 100 тысяч рублей. Причем ты его сломал, и типа он говорит, что он столько стоит. Такой, что он столько стоит? Вот что для меня было смешно в то время. Следующая подсказка, мы сейчас угадываем, сколько у меня кармы сейчас. Сколько кармы, и люди, которые в пати получают, первый угадавший карму, получает 300 рублей, сертификат на 300 рублей иного. Следующая подсказка, это 4 цифры, это 4 цифры. Ну, диапазон резко сократился. Теперь всего лишь 10 тысяч вариантов. Нет, почему 10 тысяч? Математика, 9, 9 тысяч. Ровно 9. А, ну ты же есть 4 цифры с нулями. Ты не считаешь с нулями и 999 не считаешь. И все, что до 999. Я не знаю, это понятно. 999. Ну, там 0, да, ну, все верно. 9000. Но я угрубил, какая разница? У меня хорошо все с математикой. Первые две цифры, следующая подсказка, это сколько Занзи, когда-то было лет. Ну, это ты тут уже... Веселее, да? Сильно сократила. Ну, 9000 вариантов это уже не очень много. Ну, ты быстро даешь подсказки, ну ты чего? Нет, нормально, чтобы они его думали. Ну, думали. Ты каждый, ты... Они еще тогда не успели подумать, а ты уже начал давать новые подсказки. Точно фиг угадаешь, что ты говорит. Ну, сократилось немножко. Давайте следующий вопрос, а пока пусть ребята подумают. Рассчитают, рассчитают шансы. Здесь, ну, про заточку немножко проговорили. Да, нам нужно будет ваше оружие. Скорее всего, мы будем это делать на арене. А если вдруг соберется много желающих на другом сервере, как было в одно время с тем же Фарисом, но, правда, там пару инициаторов, которые это все по итогу раскрутили, получилось-то. То есть нужны люди, которые этим горят, которые, типа, будут всем рассказывать, типа, вот, смотрите, какие они клевые. Ну, как на Grind.fm было. Ну, просто раньше Grind.fm это был такой нонсенс. Не было стримов, не было ничего подобного. Ты играешь в линейку, и ты чем-то хочешь заниматься. Да, это было весело. Сейчас куча стримов, куча ютуберов. Ты вот гриндишь и смотришь какой-нибудь там стрим Дреда по доте или Кованского на ютубе и так далее. Я не знаю, будет ли такой ажиотаж, и получится ли нам собрать такое количество людей, которые готовы пожертвовать свое оружие на заточку. Но раньше было желающих очень много, мы точили не только оружие, мы точили шмоты и все остальное. Но хотелось бы это восстановить, реализовать. Возможно, это получится. Если не получится, то будет, конечно, грустно. Но, может быть, тогда получится на каких-нибудь крупных фришердах, типа, опять же, РПГ-клаба и Астериуса. Вот. И следующий вопросик. Чем будет заполняться проект в целом? То есть, какие планы, как его заполнять, как он-то будет все выглядеть по итогу на сайте? Все-таки у тебя же больше отсылок именно идет не на ютуб-канал и твич-канал, а именно то, что вот будет проект, будет портал, и на нем как-то будет что-то публиковаться. А как ты это все видишь и как это увидим мы, обычные люди? Это, естественно, будет какой-то интерактив. То есть, на статьи я рассчитываю только в первое время. Мне нужно там немножко SEO-сайта поднять и так далее. Вот. Но в конечном итоге я рассчитываю это на стримы, на видео, на подкасты, потому что в текущей публике ему уже статьи не нужны, вот эти простыни текста, которые некоторым нужно, но многие читать это не будут. Поэтому будут в основном видяшки, будут в основном прямые эфиры, будут в основном записи подкасты, прямые эфиры, радиоэфиры и так далее. Вот. Пока мы раскручиваемся, там еще будет текст. Чем это отличается от обычного ютуб-канала? Тебе просто могли подписаться на твой ютуб-канал, человека смотрят ютуб, и оп, твой ролик. Да, но, как я уже раньше говорил, что мне хочется очень агрегировать людей, знающих людей в СНГ на вот каком-то ресурсе. Например, мы имеем какого-то нуба, который классно очень делает видео, классное видео, ну пусть по R2 онлайн или по Point Blanko. Но у него свой собственный ютуб-канал, он классно делает, у него нету раскрученных подписчиков, и он классно делает это месяц, видит, что видео потихоньку растут, ну там 10-20 просмотров, 30-100. Но его это не устраивает, он уходит. Мы находим этого человека, садим за вот этот ресурс, вот. И все время есть какой-то фан. А на сайте в конечном итоге будет фильтр. Это Lineage 2, это MMORPG, это MOBA игры и так далее. И человек может зайти и найти что-то веселое по его тематике. Вот это будет в промежуточном этапе, ну то есть это следующий этап сайта будет текущего. И дальше от этого будем отталкиваться. Ну тогда другой вопрос. Есть такие сайты, которые публикуют чужие видео. Ну допустим, кто-то сделал какое-то видео хорошее, и сайт его публикуют к себе. И если никто не против этого, это... Да, конечно, но проблема здесь в том, что вот мы берем какого-то игрока, да. В чате у нас, я уверен, много есть ребят, которые пробовали стримить, делать видео. Они классно делают видео, но плохо подбирают звук. Или они классно делают, подбирают звук, но у них галимый микрофон. И поэтому их никто не слушает. Ну самое первое правило для хорошего видео, это хороший микрофон. Да, это самое важное. Мы берем этого чувака, рассказываем, что чувак, мы можем тебя спонсировать микрофон, мы можем тебя, ну, или хотя бы научить, как правильно стримить. Только приходи к нам, мы дадим тебе подписчиков, у нас будет весело. Вот, как-то так, это агрегатор фана. Мы будем учить правильно делать видео, так, чтобы было весело. Саня, нашли ссылочку. Какую ссылочку? Пожертвование для стрима. Грин, ну, ни хрена себе, эта страница осталась на гриндфм, про сбор денег. Да, страница осталась на гриндфм, пожертвование, процент выполнения квеста. О, там мои кошельки! У-у, шлейте мне баба Мосс! У-ху! Господи, файт, миллион долларов пришла. Батусик неплохо скидывал уже тогда, представляешь, он 1020 рублей на донатил. Хотя, вот, смотри, там по рублю кто-то донатил, даже это записывал. Да, вон последние, смотри-ка, рубль 83 копейки. 2500 и 5000. Небольшой подарочек на день рождения гриндфм. От плеймани РФ он 5000 было. Да. Неплохо, да? Плеймани РФ молодцы, они помогли. И опять от плеймани РФ. И плеймани РФ неплохо наскидывал. Вот круто, когда ты находишь фанатов каких-нибудь клёвых проектов. Грязные деньги, грязные! С госю.ком, типа социальной сети, там разработчик, то и дело. Во-первых, он всё время подписывает, каждый месяц уже на протяжении, наверное, года. И то и дело забрасывает деньги. Он причём ничего не пишет, пока что я ему сам не написал. Он говорит, да, вот так вот, свой проект, реклама не нужна. Вот просто нравится, и вот эти скидываю. И когда-нибудь это может реально во что-то другое перерасти. Хотят следующую подсказку. Ну, давай я скажу. Число красивое. Красивое. Число красивое. Но не такое красивое, как вы думаете. Нет, оно красивое... Да, с любой стороны, оно красивое просто как число. Оно красивое для людей, которые в числах крутятся и что-то про это знают. Для всяких программистов это число красивое. Мне кажется, это уже серьёзная подсказка. Да, конечно. Серьёзная подсказка. Я с такой бы подсказкой никогда не догадал. Нет, чатик... Это всё равно сужает круг. То есть, смотри, человек писал 2153, но это же точно некрасивое. Он теперь точно знает, что оно... Ну да, значит, не очень красивое. 2-2-2-2. Не, не настолько красиво. Красивое, как... Вот смотри, там чувак очень... Вот ещё 24. Да, ну в общем... Причём это несколько чуваков написало. Немножко... Вот приближайтесь в 2048. Сейчас 4 тысячи... Нет, это не оно. Но вы приближаетесь. Это связано с техникой. Нет, они не могут сказать 4096, потому что, ну, те же, нету 40 лет. Нет, чатик... Чатик тоже там помогает. Нет, ребята, 4... Напоминаю, отгадываем количество кармы только в игре участвуют. Но чатик в стриме тоже может просто отгадывать. Просто отгадывать это число. Ради интересно. Ради интересно. Но участвуют те, кто нас нашли в игре. Подсказки такие. Это число... Первая подсказка. Это 4 числа. Это 4 цифры, точнее. Это 4 цифры в числе. И это красивое число, так сказать. И еще была подсказка... Оно связано с техникой. С техникой. Первые 2 числа... Это столько лет когда-то было. Да, и первые 2 числа мне когда-то было столько-то лет. То есть это не может быть 80. Потому что мне 29. Вот такая подсказка. Даже плакать захотелось. Жесть, я в шоке. Не, ну ладно, не 30. 30 это вообще было печально, хоть вешайся. Нет, я вам скажу, что вот все же круто в этот возраст. Если кто-то сейчас приближается к этому возрасту, он, наверное, меня поймет. Но очень боялся вот такого возраста. Тих, жесть, это же после там 25 вообще старик и так далее. Ну как-то сразу отпадают все комплексы. Как-то становится все такое, жизнь проще. Ну я на самом деле хотел бы, чтобы вот мне 21 было и больше не росло. 21 самое то... А херошки вайт! Больше ты ничего не захотел. Ну не хочется, ну реально не хочется. Ну потому что, ну потом надо что-то серьезнее думать, что-то делать. А тут можно расслабиться и делать что-то в удовольствии. Пока даже в чате никто не отгадал. Да, очень странно. Я бы отгадал, наверное, очень быстро. Эй, нифига, ты бы не отгадал тоже. Ну, не знаю. Но оно не очень тяжелое. Оно очень тяжелое. Так, давай, я сам вот такую подсказку даю. Подожди, Рано. Сейчас на скорость. Нет, нормально, нормально. Ну, дожди. Нормально, вайт! Даю внимание! Самая крутая подсказка. Самая крутая. Это связано с техникой и связано таким образом. Это одно из чисел разрешения монитора. А теперь внимание на чат. На оба чата. Нет, нет. Пока что нет. Там вот же Люк сказал. Что? Он неправильно сказал. Ну, неправильно сказал, да. Но приблизительно начинает пониматься. У меня чат в игре замер. А, они все думают. Это они все смотрят. Кок! Кокс Риз! Кокс Риз! Кокс Риз! Это... У-у-у! Сейчас такие доллары просто сыпятся на Кокс Риза. Потому что Кокс Риз был первым! Единственное, больше пока что никто не угадал. Вот в чатике у нас еще в Твиче угадал Стелл. После. Но да. Это заслуженная победа. Это не было такого-то, что все написали. Мы просто смотрим, ты впервые написал. Это вот реально заслуженная победа за Кокс Ризом. Молодец! Причем посмотри. Кокс Ризом. Кокс Риз сначала. Он сразу начал с этого числа. Сразу. Ну, потому что были подсказки, сколько мне лет. Это не могло быть там 2048. Это не могло быть... У тебя не было за 10 лет? 2048. Первые два числа. А, было, да-да-да-да. И вообще такого разрешения не существует. Да. 1920 могло быть, 1280 и так далее. Ну что, молодцы, ребята! Скидываю я в чатик, чтобы это доказательство. Вот мой скриншотик этой кармы. И Кокс Ризу уходит сертификат на 300 рублей. А смысл от этого скриншотика? Если вдруг моё типа окно могло написать правильный ответ. Да, ну на всякий случай. Не, ну просто. Чтобы посмотреть, что у меня там клана нет. Сколько у меня параметра М-Атаки и тому прочее. А, ну это очень интересно, сколько улучшенька М-Атаки. Да. Ты такого нубского 69-го левела. Число... А, тут спрашивают, какое число? 1080. 1080. Ну, реально красивое число. 1080, оно такое прям кругленькое, приятное, плюс разрешение. Да, мы забыли число, кстати, сказать. Все такие в шоке сидят и думают, блин, а какой же... А да, в чатике же у меня чатик закрыт. У тебя чат будет закрыт, да? У меня всегда чат закрыл, чтобы там ещё лишнее не писали. Если они куда могут написать что-то плохое, то в донат. Но в донат пусть пишут, не так жалко. Е-е-е, круто. Ну что ж, Кокс Рис, мы... Напиши мне, Занзи, на Занзи, пожалуйста, как с тобой связаться, там, ВКонтакте, в Скайп, куда тебе кинуть сертификат, куда угодно. Главное, чтоб я тебе там мыло. На почту, на почту можно кинуть. Да, на почту можно кинуть. Ну, кинуть на почту проще гораздо. А, на почту ему, в игру. Да, в игру. Так это ж надо набирать, я не смогу Ctrl-C, Ctrl-V. Ну да, набирать. Ну там всего лишь-то сколько? 12 знаков. Что, 12 знаков набирать? Ну, бывает. С ума сошел. Что из такого? Хорошо, тогда если не скинешь, я тебе в игру. Я тебя в игру скину это, всё. Говорят, ПК мне нужно отмыть, а я не смогу его отмыть. Она же не отмывается, если умирается, насколько я знаю. Вот убейте Занзика для эксперимента. Экскремент, как я сказал бы раньше, Занзик. Для эксперимента убейте, пожалуйста, Занзи. Блин, представляешь, сейчас спросить приходится. Kill! Kill Занзи! Эй! And the winner is, говорят. Я гном тебя точно не убью. А теперь смотрите, я буду убегать, и это охота за Занзи. Гномка, за мной. Охота за Занзи началась. Ты-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. А-а-а-а. Да, это самая-самая веселая охота будет на Занзи. Люк бежит! А, нет-нет! Посмотри, какая скорость бега. Вот простоешь, что вы сделали с игрой. Никогда в жизни так темные эльфы не бегали, магия. Я сейчас с гвардом. А Люк не хочет меня убивать. Не, вот убивает. Что-то вообще мало урона по себе так идет. Так он, по-моему, палит мне МП. А, или этот вортакс-лак. Что-то жирный тогда. Ну да, конечно. Так, у меня код был из 11, сегодня прислал победителя. Он даже еще короче, оказывается, он говорит. Чеак? Ну стой, нам же интересно посмотреть. Не-не-не, это охота за Занзи началась. Это для отдельного выпуска можно будет делать. А, нет, меня зарутили! Что у тебя с кармой? А че кокс-рис стал в карме? Нет. А, мы в парте были! Подожди, кокс-рис, ты хоть убил. Не, отмывается, оказывается. Изменить раньше нельзя было. Кстати, помнишь, да? Я не помню. Ты же вроде, да, спорил? А, нет, это я с тобой спорил. Подожди, а мы кокс-рису, карму наделали, потому что он был в пати с нами. А когда убиваешь, сопротивиться, даже если он с кармой, то сам становишься. Да, вот я пытаюсь вспомнить, с кем мы спорили, или мы с тобой спорили, или ты мне доказывал. Он так что 2 ПК набил. Или я с агром спорил. В общем, да, если в пати убиваешь... Убиваешь ПК-шник, это то, что он носит ПК-шником, это очень-очень скарно. Да, смывается, смылась карма. Да, прикольно. Ну, можем сейчас кокс-риса. Да пофиг, он говорит. Зансик будет на Твиче. Да, я есть на Твиче, Занзи Панзи мой канал. Решили мой раздельный канал сделать, хоть Вайт меня отговаривал. Говорил, что на его канал идти надо. Да, здесь и подписка, и людей много тебя смотрят. Да, но как оно? Все же хочется, чтобы было что-то свое, чтобы отдельное и так далее. Больше мотивации. Так что будут отдельные каналы, но на сайте мы это организуем. Программерски так, что когда Вайт что-то будет стримить, будет просто его канал показываться. А когда я, то мой канал. Сейчас там вкладки, и это не круто, но оно будет все автоматически. А если будет 2 стрима сразу запущена? А если будет 2 стрима сразу запущена, то... Платный подписчик пришел. Привет, Infernal. Да, давай, продолжай. А что это было? А, это кто-то платно смотрит, да? Да. За 5 долларов. Да, платные подписки это самые-самые клевые. Кокс риса мы сейчас попытаемся отмыть. Что мы, Вайт? Я думаю, мы заканчиваем. Уже, в принципе, понятно. О, у нас из кого-то выпустянулся. Да, это 4гейм, это сервер Айрин. Потихоньку, да, будем заканчивать. Там ребята писали, что надо на главное сделать, когда стрим запущен. Сделаем это обязательно, тоже оформим. Сделается предупреждение, что стрим запущен на главной страничке. Да, лайв не видно. Так что, ваше предложение, там на сайте ZanziPanzi.ru есть связь со мной. Можно туда все писать, и если лично хочется пообщаться, какое-то предложение по сайту кинуть. Все организуем. Да, так что подытожим немножко стрим. И вот у кого еще остались вопросы, можете задавать их в чате. Сейчас их зачитаем, и потихоньку уже будем стрим заканчивать. По итогам, мы решили то, что проекты возобновлять будем. Будут у нас разрушители игровых легенд, будет у нас затащит или нет по разным играм. Причем есть идеи... Ну, блин, это можно... Это, во-первых, очень фаново, некоторые вещи получатся. И можно вот... Все от себя зависит. То есть, ты готов это делать завтра, мы берем это завтра делаем. Если ты готов это делать через три дня, мы через третий день делаем. То есть, здесь опять все от себя зависит. Плюсом надо поговорить про японца. Это пока что в кавычках проект. Возможно, что-то из этого получится. Я думаю, будет тоже очень прикольно. По вопросам спрашивали, вернешься ли ты в World 2. В принципе, уже отвечали. То, что, возможно, какой-то такой заскок на какой-нибудь из серверов будет. Но серьезной игры, я думаю, не будет точно. Особо сильно не рассчитываете. Да, Занзи? Ну, серьезно играть в Lineage 2, и надо 20 часов в день играть. Ну, конечно, такого не будет. Будет такое время убиваться на... Убиваться. Тратиться. Тратиться на проект. Да. Лучше проект, чем хардкордная игра. Потому что хардкордная игра для себя, бедяшки для всех. Вот как-то так. Да, то есть, скорее всего, типа, играть в линейку будем, но чаров, которые там предоставят, или чисто по фану забежать на 24-часовый стрим. Ну, и в этом духе, но чтобы прям серьезно активно играть в линейке, нет. Это Занзи, это так отвечал еще в 2009 году, когда его соскамили, так же оно, думаю, сейчас остается. Лучше именно работать на проект, а не просто играть в эту игру. Еще один вопросик был очень серьезный. Изменился ли ты за последние 5 лет, я, наверное, немножко расширю, там, в эмоциональном плане, или что-то осознал? Я понял, к чему вопрос, потому что мы с тобой разговаривали о том, что Ружик недавно в эфире был, да? Да, вот я про Ружик уже отвечал, то, что, блин, настолько человек сильно изменился, то, что он совершенно стал другим, и вот этого человека желательно просто было помнить. Вот ты недавно выкладывал у себя на сайте про Ружика, там, записи, и все посмотрели, да, круто, ностальгия. Но вот приглашать тебя общаться, наверное, было немножко лишнее. Ну, во-первых, он сам написал мне, но, мне кажется, многие разочаровались. Вот из-за этого такой вопрос, наверное, и к тебе. Эмоционально, насколько вы видите, я просто в жизни такой, поэтому я, какой был, такой и остался, не играю. У Ружика немножко другое, его заводила вот эта война, линейка, он перестал играть, и, ну, он хороший человек очень, но он не такой заводной, как вот в записях видео, когда там, ака, 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 и так далее, говнопачки и тому прочее. Его заводила просто линейка и ситуация. Вот, ну, а у нас, у нас все хорошо. Меня заводите вы, ребята, все в чате, вы меня заводите, поэтому я остался заводной. Да, и на самом деле, такой человек вот прям помолодел, когда начал с тобой общаться, такой человек вот вернулся пять лет назад, и вот, что у тебя тогда голос был, что у тебя сейчас голос остался, что ты раньше говорил, не всегда грамотно, а что сейчас остался. Это очень прикольно, и, ну, каким был ты, тем и остался, я так и думаю. А если не в эмоциональном плане брать что-нибудь там в голове, может быть, у тебя стало что-то более серьезное? Нет, нет, ничего такого нет. То есть, как было, так оно и осталось? Ну, естественно, человек меняется с возрастом, он меняется как-то, точит свои скиллы, что-то переосмысляет и тому прочее. Но я просто это называю, это не то, что ты изменился, просто ты растешь, немножко у тебя появляются новые какие-то свои особенности, новые мысли. Мы с вами можем как-нибудь устроить такой философский эфир и поговорить, потому что не тема эфира в Lineage 2 сейчас устраивать философию, как ты меняешься с возрастом, какие у тебя мысли созревают. Это надо заходить в какой-нибудь, не знаю, во что, в лалец. Но если в целом брать, то ты вот считаешь то, что именно в лучшую сторону изменения произошли или в худшую? Ну, я же... Ну, давай. Как я могу сказать, что изменения произошли в худшую сторону? Занзик стал таким не очень. Типа, раньше ты на всякие авантюры проще подавался, я был там прочный подъем, а сейчас стал более все там обдумывать. Хотя, это опять же можно больше в плюс, наверное, отнести, если ты к этому пришел. А тут же, знаешь, вопрос в том, как я раньше подрывался на всякие авантюры, и как я это делал. Вот, например, раньше я как с командой работал на Green FM, если нас кто-то слушает, они меня просто ненавидели. Каждый какой-то митинг с криков начинался. Я говорил, что все все не так делают, работайте лучше и так далее. Сейчас я немножко изменился, я плавно это делаю. То есть, ну, ребят надо мотивировать. Я уже знаю, как мотивировать. Я научился ощущать себя в шкуре тех ребят, которые что-то делают, что эмоциями ничего не достигнешь. И надо правильно все делать. По поводу авантюр. Да, я сейчас так легко не пойду делать какие-то коктейли ужасные, там, чесночные и так далее. Не потому, что я стал скучным, я все такой же веселый и интересный. Вот, а потому что надо взвешивать все это. Что это даст? Вот, ну, хорошо, я отравлюсь и месяц буду потом гулять в больнице. Стравишься. Сколько это даст просмотров? 100 тысяч? Отлично, делаем. Все, даже без вариантов. 10 тысяч? Надо подумать. Тысяча? Нет, мы это не делаем. Вот так это все работает. Ага. Да нет, если мы делаем все нормально, то никто бы ничего не отравился. Но с чефиром весело, конечно, вышло. Вообще, надо было задуматься тогда, когда он поменял свой цвет. Да. Когда он начал бурлить. Нет, ну, мы же отказались по итогу от большинства коктейлей, потому что некоторые стали другого цвета, некоторые стали немножко какими-то живыми, что ли. Начали дышать. Особенно тот банановый, который начал шевелиться. Да, весело было, но... Нет, ну, мы его размешали-то. Ну, и там не выпить его надо было кушать. Мы просто сразу неправильно подошли. Мы как, я смотрел с точки зрения именно такого телевизионного. То есть, мы готовим коктейли, а потом их предоставляем. То есть, у нас отделен стол, у нас-то куча коктейлей. Мы показываем то, что мы произвели. И у нас производство этих коктейлей заняло не один день. Мы делали их, ну, неделю, если не соврать. И за неделю коктейли, которые должны выпиваться свеже... Ну, вот такой свежевыжатый, допустим, апельсиновый сок. Если ты его поставишь в холодильник на неделю, потом попьешь, все равно это немножко не то. А когда мы делали такие экзотические коктейли... Ну, да, это было иногда смешно смотреть. Плюс у Занзи не такая большая переносимость гадости, насколько я понял. Ох, как Вайт любит все это поспоминать. Смотрите, пососкучился, да? Скучал? Конечно, я тебе про это уже писал. Эй, скучал народ там в чате, кто нас... Кто нас помнит, нашу все творчество. Все это будет дальше. Так что, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Особенно эти комментарии, типа, о, Вайт вернулся. А, и Занзик тоже, привет. Изменилось, изменилось немножко у нас все. Но, надеюсь, все-таки какую-то популярность вернем. Возможно, получится сделать с проекта, если мы что-то стоящее. И не только по линейке, как это было с радиостанцией. Так что, тоже все в ваших силах. Кто хочет помогать, кошельки, опять же, напомню, есть в описании. Кто хочет помочь с советами, там... Ну, чем угодно, опять же, персонажами, шмотками, чем угодно. Опять же, пишите мой ВКонтакт, он для личики открытый. Я прочитываю. Не всегда отвечаю, но прочитывайте, точно прочитываю. Вопросов, вроде как, больше не было. Просит философские... Да, я думаю, надо. Да, философские темы. Ну, не знаю, опять же, это нужно отдельный эфир этому посвящать. Здесь, опять же, по времени. Все-таки, идей-то, на самом деле, много. Есть чем заниматься. Просто нужно на это выискивать время. И тогда все будет. Так что, да, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал. Потому что многие видео... Не все, но многие будут именно публиковаться там, со стримов. Подписывайтесь на Twitch-канал. Стримы будут здесь. Добавляйте в закладки занятепанзи.ру. Стримы, наверное, скорее всего, там будут дублироваться в итоге на главный. Может быть, даже какое-то оповещение будет. Да, Занзи? Оповещение о том, что будет приходить... Ну, оно просто все. А, оповещение, да, сделаем, конечно. А стримы, да. А все в записи будут, вот они там в ленте идут. Вот, так что, вроде все сказал. Ну, и если бы она подписка для самых таких фанатов. Фарткор, сей по Занзи. Да, можете оформлять платную подписку. Тоже все пойдет на развитие проекта. Ну, на этом вроде как все. Я все сказал. Да, надо отпускать народ. Спасибо, ребята. Спасибо, кто поучаствовал у нас в игре. Кокс, еще раз поздравляю. Через 10 минут у тебя будет твой сертификат. Ребята в чате, которые... Что ж, будем с вами снова встречаться, снова веселиться. Я уверен, что все это будет супер здорово. И спасибо, конечно же, Вайду за то, что он тоже зажигает и тоже будет все это делать вместе со мной. Старая гвардия возвращается. Что ж, я тогда прощаюсь. Пока, ребята. Да, всем спасибо. Всем пока. Ждите этот выпуск на ютубе. И как в записи. Давай, Занзи, пока говори. Пока, пока.